Благодаря, как я считаю, правильному старту, который был в 20-м летом-осенью 2015 года в рамках подписанного соглашения Дорожной карты с губернатором Межгородской области, согласно договору о сотрудничестве между нами и главой Пушкинского района Санкт-Петербурга, сегодня мы встретились для того, чтобы обсудить конкретные шаги для укрепления развития наших двусторонних отношений, потому что то, что связано с проблемами образования, каждый год оказывается в 10-м студентам получение образования, потому что есть очень много детей, которые хотят учиться, но у них нет возможности. И сегодня то, что благодаря нашему сотрудничеству многие из них смогут учиться в престижных вузах Российской Федерации, конкретно речь идет о Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, мы получим качественных специалистов, это укрепит наши двусторонние отношения, тем более мы много говорили о межгенном сотрудничестве, и я считаю, что сегодня очень правильное начало. Очень надеемся на плодоплатное сотрудничество и на то, что чьи-то мечты станут реальностью. Мы поддерживаем как раз люди в русле, наши договоренности, в разных межрегиональных сотрудничествах. А такие крупнейшие регионы, как Санкт-Петербург и Медвеново, если они возьмутся, да, оказывают содействие и Берсам, и в других городах, и районах, это будет огромная поддержка, помощь с точки зрения оказания вузов, помощи в образовательном процессе. Визит сегодня дал возможность ознакомиться с тем, что действительно имеет сегодня такой муниципалитет коммерции. Мы сегодня реально понимаем конкретику, что нам нужно конкретно точечно помочь и в тех вопросах, которые нужно решить. У нас уже есть определенные договоренности и с определенными школами. Сегодня есть определенные университеты, из которых мы были. У нас есть свои предложения, которые мы готовы реализовать. Что касается Нижегородского вуза экономического, то здесь мы готовы расширить программу. Если она будет нужна больше, не останавливаться на 50 человек, то, возможно, с тем стандартам, которые сегодня нужны. Мы сегодня тоже, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы восстановить эти отношения и вылечить контингент студентов за счет граждан молодых. Можно уточнить для всех, насколько я понимаю, 50 мест – это полностью обучение бесплатно, жилье бесплатно и стипендию добавляйтесь. Я сегодня на встречу поподробнее расскажу в лицее, но, значит, что касается обучения за счет средств бюджета, есть абсолютно реальная возможность для иностранных граждан, как случилось, подтверждая статус соотечественника, претендовать на эти самые бюджетные места, которые определены для УЗА в Российской Федерации, в том числе для Гранного Университета. Значит, в Малавии уже год существует фонд Рената Усанцева, и я оплачиваю многим детям образование, поэтому я уверен, что были бы хорошие дети, как говорится, вопрос общежития и так далее, я возьму на себя с удовольствием, даже не как Мара, просто как гражданин этой страны, который заинтересован, чтобы здесь начали происходить какие-то изменения. Договор сотрудничества в области образования между Советом муниципия ВИЦ и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом договор подписывают премар муниципия Геннадий Георгиевич Пусатый и ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Шанин Анатолий Евгеньевич. Договор сотрудничества в области образования между Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Советом муниципия ВИЦ договор подписывал ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Широков Сергей Николаевич и премар муниципия ВИЦ Рината Георгиевич Пусатый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова